Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Субтитры создавал DimaTorzok Пусть вера поднимется и проистечет из общения. Пусть чудеса происходят от общения, исцеления, потому что мы знаем Того, Кто творит чудеса, а не потому, что мы знаем принципы. Послушайте, да, знаете принципы, но они не заменят его. Много лет назад была одна драгоценная женщина, когда мы с Эдом жили в Талси. Она ментально была не очень здорова. Я имею в виду, ее умственные способности были ограничены. Ей тогда было за 50, но в разговоре она была больше похожа на 9-летнюю. Однажды мы пришли домой, а в дверях объявление, что кто-то хочет устроиться домработницей, а нам как раз она была нужна. И я позвонила по объявлению, и выяснилось, что это была женщина за 50, на тот момент не замужем, а в прежнем браке было домашнее насилие, насколько я поняла, потому что она просто не была ментально взрослой. Она жила с сестрой, это была христианская семья, и сестра была очень-очень умной, драгоценной женщиной, которая, по сути, приняла ее к себе и заботилась о ней. И вот сестра помогла ей распечатать эти объявления, потому что она хотела работать, и мы пригласили ее помогать нам по дому, и она была такой драгоценной, она так работала, и она любила Стивена, которому тогда был годик или два, у него была игрушка енот, и она каждый час садилась со Стивеном на пол с этим енотом и играла с ним. Она называла енота Нотик. Она играла со Стивеном каждый час. Знаете, как драгоценно это было для меня? Потому что она любила то, что было важно для меня. Она не приходила только ради того, чтобы заработать деньги. Она была просто драгоценной, драгоценной женщиной. Было видно, что умственно она не была развитой, но она приносила радость. Вы знаете, у Бога есть много драгоценностей и сокровищ. Однажды она меня так рассмешила. Я зашла в уборную. Она не просто щеткой мыла унитаз, а еще рукой с тряпочкой. Она залезала в каждый изгиб и уголок этого унитаза, вычищая его. И я сказала, даже я этого не делаю в своем собственном доме. Вы делаете больше, чем я в своем собственном доме. И я сказала ей, я так сильно это ценю. И она повернулась ко мне с такой ласковой, беззубой улыбкой. Такая драгоценная. И сказала, как написано в Библии, мыло и вода творят чудеса. Я и не собиралась это исправлять. Вы что, шутите? Это было драгоценно для меня. Да я найду это местописание. Она настолько искренне делала все так, как ей указывало Слово Божье в ее понимании. Это было так драгоценно. Но однажды она рассказала мне одну историю. И когда ее сестра приехала за ней, потому что она сама не могла водить машину, и сестра привозила и увозила ее. Так вот, когда сестра приехала за ней, я спросила, произошла ли эта история на самом деле. И она ответила, Нэнси, это все абсолютная правда. И вот история, которую рассказала мне эта драгоценная женщина со своей обезоруживающей беззубой улыбкой. И разговаривала она очень просто. Все выходило прямо из сердца. Все. Она даже не умела строить стены или заумно выражать мысли. Все было настолько неподдельно. И разговаривая с вами, она вас просто захватывала, потому что все было настолько искренне. И она сказала, знаешь, Нэнси, мама жила вместе с нами, и она была при смерти. Ее увезли в больницу. И я пошла навестить ее в один из дней. И перед входом в палату меня встретили врачи и сказали, нам очень жаль, ваша мама уже умерла. Она умерла в тот день перед ее приходом. И она сказала, хорошо. И вошла в палату. Как ребенок она, видимо, не до конца способна была осознать это. Она вошла в палату и сказала, Мама, тебе не место здесь. Она сказала, ты же не хочешь умереть здесь. Это не дом. Если ты хочешь умереть, поехали домой. Если ты вернешься, мы отвезем тебя домой. И тогда ты сможешь умереть дома. И у мамы резко открылись глаза. Ее выписали, и они отвезли ее домой. Она прожила еще несколько недель и потом умерла. Потому что Хейзл хотела, чтобы она умерла дома, где ее любили. И я подумала, эта женщина не знала принцип номер один, принцип номер два. Но она знала Бога. У нее была такая искренность, что вера не была чем-то трудным для нее. Вера была простой. Потому что она знала Его. Она разговаривала с Ним так просто. Я часто сидела и слушала, как эта женщина пела, убирая дом и разговаривала с Иисусом. Это была моя библейская школа. Потому что она представляла Его. Она не представляла принципы. Это было драгоценно. Почему? Потому что Он доступен всем, кто верит. Если вы просто верите, вам не нужно знать все тонкости. Я не преуменьшаю знание. Знание важно. Но что это за знание, если Он остается за бортом? Что это за знание, если оно сфокусировано на чем-то помимо Него? Это напрасное знание. Аминь. И об этом необходимо напоминать. Вы скажете, нас не нужно в этом убеждать. Точно? Откройте со мной вторую главу Откровения. Откровение 2. Не спрашивайте, о чем будет проповедь завтра вечером. Я понятия не имею. Откровение 2.2 Я снова буду читать в расширенном переводе. Откровение 2.2 Иисус явился Иоанну на острове Патмос и сказал, передай церквям послание. И вот Он обращается к Первой Церкви и говорит, я знаю твое прилежание и дела. Иисус говорит о том, что совершает эта церковь. Я знаю твое прилежание и дела, усердный труд и проблемы, и твою терпеливую выносливость, и то, что ты не можешь сносить нечестивых людей, и испытал и критически оценил тех, которые называют себя апостолами, особыми посланниками Христа, не будучи ими. И нашел, что они самозванцы и лжецы. Я знаю, что ты терпеливо многое переносишь и стойко держишься ради имени моего. Задумайтесь, эта церковь на самом деле что-то совершает. Ты не ослабел, и не утомился, и не изнемог. Он сказал им о том, что у них хорошо, что они делают правильно. Но у меня есть одно обвинение против тебя. Что ты оставил, забросил ту любовь, которая была у тебя вначале. Ты покинул меня. Ты покинул меня. Они верили, они стояли, они подвязались подвигам веры, но не исходя из того, что он в центре всего. Если не бодрствовать, можно увлечься делами. Делами, вместо того, кто их автор. Пятый стих. Итак, вспомни, с какой высоты ты не спал. Он говорит, ты пал. Ты думаешь, что ты стоишь, а ты упал, и даже не знаешь этого. Итак, вспомни, с какой высоты ты не спал. Покайся. Измени внутреннего человека. Что-то произошло внутри. Их любовь сместилась на что-то другое. Не бодрствуя, можно полюбить свою работу. Дело служения вместо автора этого служения. Покайся. Измени внутреннего человека в соответствии с волей Божьей. Какова была воля Божья? Чтобы они хранили первую любовь на первом месте, а также продолжали делать то, что они делали правильно. И твори дела, которые ты делал прежде, когда ты впервые узнал Господа. И послушайте, иначе я приду к тебе и уберу светильник твой с места его, если ты не одумаешься и не покаешься. Итак, при всем, что они делали правильно, самое главное отошло на второй план. И поскольку они не делали самого главного, все, что они делали, не имело никакого значения. Потому что он говорит, я уберу вас, мне не нужна такая церковь, мне не нужна церковь, которая выглядит так, словно она стоит, выглядит так, словно она что-то совершает, но меня в ней даже не берут во внимание. И он говорит, мне не нужна такая церковь, я уберу ее, потому что она не представляет меня, она представляет себя и то, что она делает. Аминь. Позвольте сказать, Он не хотел дел для Него без преданности Ему. Вы понимаете? Не любите работу больше того, с кем вы работаете. Прочитаем в заключение Ефесянам. Ефесянам 3. Видите ли, мы берем все эти чудесные откровения, которые Павел дал Церкви. Точнее, которые Бог дал Церкви через Павла. О том, кто мы во Христе и что нам принадлежит. Но давайте при этом не оставлять вот что. Ефесянам 3.19 в расширенном переводе. Ефесянам 3.19 в расширенном переводе. Чтобы вы действительно могли познать практически на собственном опыте. Не на опыте вашего пастора, не на опыте вашей мамы. Можно вам сказать, дети. Дети, растущие в этой церкви, в других церквях. Вера ваших родителей – не ваша вера. И их посвящение Богу не ваше. Вам нужна ваша собственная любовь к Богу. Вам нужна ваша собственная любовь к Богу. Вы можете однажды унаследовать чье-то имущество. Вы можете однажды унаследовать имущество отца или матери, но вы не можете унаследовать их достоинства. Вам нужно самим чего-то стоить. Аминь. Вам нужно свое личное хождение с Богом. Не думайте, что из-за того, что вы выросли в церкви, вы христианин хоть куда. Вам нужно жаждать Бога самим. Вам нужно простираться и пробиваться самим, молодые люди. Иначе, как говорит пастор Джей, дьявол сделает высокую ставку, чтобы вас заполучить. Дьявол сделает на вас высокую ставку. Аминь. И так грустно видеть, когда у родителей, которые горят для Бога, годами верны пастору, дети просто думают, что им причитаются какие-то духовные вещи. Аминь. Нам нужно трезво к этому подходить. Трезво. Что это значит? Бог предлагает самого себя, вам, дети, чтобы вы познали его на опыте, а не просто знали его, потому что родители водят вас в церковь. Знали его на опыте. И невозможно быть слишком молодым для этого. Бог открыл будущее своего пророка ребенку по имени Самуил. Он открыл причину падения пророка ребенку, потому что вы не слишком молоды, если вы жаждете. Аминь. Чтобы вы действительно могли познать практически, и мне так нравится эта фраза, на собственном опыте, на собственном опыте, любовь Христа, которая намного превосходит простое знание без опыта. Знание с опытом или знание без него. Вы предпочтете, чтобы за рулем ехал подросток, который изучил учебник по вождению, или тот, кто все детство водил машину? Пусть даже он не знает всего, что в учебнике. Отличная оценка за письменный экзамен не делает вас самым безопасным водителем на дороге. Так? Важен опыт. Чтобы вы лично познали любовь Христа, которая намного превосходит, намного, намного превосходит простое знание без опыта. И посмотрите, каков замысел Бога для нас, чтобы вы могли быть наполнены во всем вашем естестве, во всем вашем естестве, всей полнотой Бога, могли иметь самую богатую меру божественного присутствия и стать телом, целиком наполненным и заполоненным самим Богом. Это Божий замысел. Это Божий замысел. Это то, что он нам предлагает. Если мы не будем внимательны, мы согласимся жить одними принципами, обходиться знанием без опыта. Двадцатый стих. А тому, кто благодаря действию его силы, которая работает внутри нас, способен выполнить свою цель и сделать с избытком несравненно выше всего, о чем мы осмеливаемся просить или помышлять бесконечно больше наших самых высоких молитв, желаний, мыслей, надежд или мечтаний. Видите, многие любят двадцатый стих, но он возможен благодаря девятнадцатому стиху, что вы стали телом, целиком наполненным и заполоненным самим Богом, не просто полным принципов, а заполоненным самим Богом, им, пережитым на опыте. Аминь. Женщины, у которых проблемы в женских органах, просто поднимите руки и примите исцеление прямо сейчас. Женские органы, будь то ваша матка или яичники, что бы то ни было, если у вас была боль или какие-то проблемы в этой области вашего тела, прямо сейчас есть исцеление, просто примите его, просто примите его. Мы благодарим тебя, Отец. У кого-то задняя стенка горла исцеляется прямо сейчас. У кого-то исцеляется задняя стенка горла. Я не знаю, инфекция ли это или что-то другое, но вы исцеляетесь прямо сейчас. Поднимите руку и примите это. Очень важно, чтобы вы реагировали каким-то образом. Когда что-то звучит, реагируйте как-то, потому что без этой реакции у него нет вашего согласия, а он ищет именно ваше согласие, которое называется вера. Так? Вера — это просто откликнуться на то, что он предлагает. Аминь. Мы благодарим тебя, отец. У кого-то боль практически как обручем обхватывает голову. Она как будто перемещается с одной стороны головы через верх на другую сторону. Просто поднимите руки и примите силу исцеления прямо сейчас. Примите силу исцеления прямо сейчас. Примите силу исцеления. И еще у кого-то, если так можно выразиться, как будто кто-то руками обхватил вашу голову и давит на нее. И это влияет на ваш ум. Это связано с вашим умом. Не просто с головной болью, но с вашим умом. И что-то как бы схватило вас и давит вам на ум. Есть свобода от этого прямо сейчас. Просто поднимите руку и скажите, я принимаю эту помощь. Я принимаю эту помощь. Аллилуйя. Помазание разрушает ярмо. Я говорю, помазание разрушает ярмо. Аллилуйя. Вы скажете, пастор, разве не нужно было возложить руки? Ну, если бы Бог сказал мне. Но знаете, в слове сказано, послал слово свое и исцелил их. И когда Бог назвал эту ситуацию, это Он послал слово. Когда Он побудил меня это сказать, это Он послал слово. Все, что вам нужно сделать, это принять его. Не попадите в ловушку такого мышления, что каждый раз обязательно нужно, чтобы на вас возложили руки, чтобы что-то произошло. Спасибо Богу за этот метод, но это не единственный метод. И нам нужно научиться принимать через все разнообразные методы и не зацикливаться на одном. Аминь. Аллилуйя. Ваш ум свободен. Ваш ум свободен прямо сейчас. Ваш ум свободен прямо сейчас. Свободен прямо сейчас. И те из вас, кто смотрит в прямом эфире или в записи, присоединяйтесь к нам в этом. Высвобождайте свою веру и принимайте это. И не важно, когда вы будете это смотреть. Присоединившись к нам в прямом эфире или в записи, Бог не ограничен часами и календарем. Это вопрос веры. Если вы высвободите свою веру, сила выйдет навстречу вере. Не важно, в какое время дня покажут передачу. Аллилуйя! Еще у кого-то это проблема с горлом. Вы не высвободили свою веру. Вы не высвободили свою веру, а Бог хочет, чтобы вы приняли. И так снова. Я называла заднюю стенку горла, но кто-то, у кого эта проблема с горлом, не отреагировала, а Бог этого хочет, потому что, если вы отреагируете, эта сила выйдет вам навстречу. Аллилуйя! Эта сила выйдет вам навстречу. Слава Господу! У кого-то что-то с кожей головы. Проблема с кожей головы уже какое-то время. Просто поднимите руки и примите исцеление от этого. Иисусу это важно. Иисусу это важно. Аллилуйя! Аллилуйя! Брат Джоэл Сигал придите пожалуйста и назовите заболевание. Бог хочет, чтобы вы послужили людям. Возлагать руки или нет на ваше усмотрение. Руки и плечи. Проблемы с руками и плечами. Начните двигать ими прямо сейчас. Начните двигать ими прямо сейчас. Делайте движение и в движении придет проявление. Аллилуйя! Руки и плечи. Слава Богу! И теперь колени. Не только передняя, и в движении будет проявление. В движении двигайтесь прямо сейчас. О, спасибо, 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 отец. Спасибо, 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 господин. Да, спасибо. Пастор Лакеток, придите сюда пожалуйста. Все, что у вас на сердце. Мы благодарим тебя, отец. Мне только что пришли на сердце сердца, болезни сердца. Аллилуйя! Просто примите исцеление прямо сейчас. Аллилуйя! Будь то высокое артериальное давление или что-то с вашим сердцем, просто примите исцеление прямо сейчас во имя Иисуса. Аллилуйя! Я также слышу диабет. Если у вас диабет, просто примите исцеление сейчас. Сила доступна вам. Аллилуйя! Слава Богу! Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Аллилуйя! Аллилуйя. Пастор Крэг, придите сюда, назовите, что у вас на сердце. Слава Господу. Слава Господу. Пищеварение. Проблемы с желудком. Что-то там не так. Вы не можете правильно переварить пищу. Просто возложите руки на свой живот. Отец, мы благодарим Тебя за силу исцеления, которая исправляет это. И еда не будет лезть обратно. Они смогут ее переварить. Спасибо, Отец. Просто высвобождайте свою веру. Эта сила течет прямо сейчас. Спасибо, Иисус. Слава Господу. Слава Господу. Аллилуйя. 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 Библия говорит, что мы знаем только отчасти. Поэтому на служении я делюсь своей частью. И Бог дает часть через кого-то еще. И все могут принести свою часть. Пастор Митч, придите. Все, что у вас на сердце, называйте. Спасибо, Отец. Бог исцеляет зубы. Кто-то получает золотые зубы. У кого-то вылечиваются зубы, и появляются зубы, которых не хватало. Это чудо. И оно ваше. Берите его сейчас. Аллилуйя. 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 Пастор Эдвин, придите сюда. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе, Отец. Заболевания нервов. Часто под болезнями нервов мы подразумеваем тревогу и тому подобное. Мы привыкли называть это нервной системой. И, возможно, это связано с этим. Или, я думаю, здесь на самом деле что-то с вашими нервами. Заболевания нервов, например, в ваших руках или ногах. Какая-то болезнь нервов. Просто простритесь сейчас и примите полное исцеление ваших нервов, вашей нервной системы. Во имя Иисуса. Спасибо, Отец. Спасибо, Отец. Да, слава Господу. Декан Грейвс, придите сюда. Назовите, что в вашем сердце. Спасибо, Отец. Спасибо, Отец. Аллилуйя. У кого-то проблемы с печенью. Опухоль печени. Если это вы, просто примите исцеление. Просто примите это сейчас. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Слава Господу. Слава Господу. Слава Господу. Пастор Джей, придите сюда. Все, что у вас есть в духе. Слава Господу. У кого-то, я не до конца понимаю, из-за операции ли это. Странную вещь Господь не перестает повторять мне, что у кого-то кишечник слишком короткий. Возможно, потому что вам вырезали часть его. Или по другой причине. Это та же сфера, о которой говорил пастор Крэг, но это больше похоже на чудотворение. Поэтому я просто говорю, во имя Иисуса происходит замена, продление. Все, что нужно, создается и добавляется к телу, чтобы было возможно усваивать пищу полностью и получать необходимые питательные вещества во имя Иисуса. И еще у кого-то, и это я тоже не до конца понимаю, потому что недостаточно разбираюсь в анатомии, но есть, я бы сказал, костяная шпора или что-то в этом роде на вашем копчике, у вашего копчика. Я не понимаю всего этого, но я высвобождаю силу Божью, чтобы исцелить ваш копчик прямо сейчас во имя Иисуса. Спасибо тебе за это, Отец. Слава Господу. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы благодарим Его за это. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения dufrain.